Несмотря на то, что повсеместные уроки астрономии должны начаться только во втором полугодии, в некоторых ивановских школах такие занятия уже идут. В гимназии номер 23 астрономия стоит в расписании по пятницам, один раз в неделю. Елена Овсяникова отмечает, что несмотря на отмену курса, астрономия в школе все эти годы не была забыта. Физики не оставляли без внимания астрономию. И каждый год в курсе 9 и 11 класса были главы, где мы рассказывали о том, какие небесные объекты населяют нашу Вселенную, и о том, какие у них свойства, какие размеры, как они себя ведут, как определить координаты по небу. Первые уроки ознакомительные. Ученикам рассказали, что изучают астрономию, объяснили понятие небесных координат. На предыдущем занятии ребята получили задание подготовить доклад о созвездии, соответствующем знаку зодиака. Мой знак зодиака – близнецы. Там существует несколько легенд, но я взяла одну. То есть, близнецы – это воплощение двух братов, сыновей Зевса. Один из них был бессмертен, а другой – смертен. Когда они противостояли за свою любовь против других братьев, один из братьев пострадал, и второй брат отдал ему часть своего бессмертия. Как ученики, так и педагоги готовятся к урокам астрономии. Повысить квалификацию по этому предмету учителя могут в Институте развития образования. И не только там. 13 октября в Ивановском музее Камни состоится большой семинар. Педагогов познакомят с профильными компьютерными программами, которые помогут сделать путешествие в макромир увлекательным. Программ вообще астрономических много. Многие из них широкого профиля, некоторые узкоспециализированы. Но мы будем использовать, во-первых, бесплатные, которые всем доступны. И самое интересное, самое наглядное. Например, Стеллариум, программа планетарий, очень такая реалистичная. У нас будет несколько еще специализированных программ по солнечным затмениям, по лунным затмениям, астрономические календари и так далее. Кроме того, участники семинара смогут оценить всю прелесть современного планетария, который открылся в Ивановском музее Камня в начале этого года. Дискуссия о том, в какой форме проводить аттестацию по астрономии еще ведется. Будет ли это дисциплина с оценкой или без нее. Но уже известно точно, что в 2018 году вопрос по астрономии появится в ЕГЭ по физике. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.